Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня мы с Лёхой сделаем вот такую барайню лопатку в газовом гриле. Что нужно сделать с лопаткой? Лопатку нужно зачистить. У барайны есть пленка, вот она. Ее нужно аккуратненько срезать. Жир очень, да, ставите? Жир оставляем, да, снимаем только пленку. Прям нож вот так вот под пленочку завели. И аккуратно срезаем, она такая розового цвета. Вообще лучше для таких блюд, свежих баран не брать, брать. Ну, чтобы он хотя бы недельки-две полежал в холодильнике. Дать ему созреть, вызреть. Тогда мясо будет мягче и насыщеннее по вкусу. Кто жаждет живого общения со мной, с моей командой, есть телеграм-чат. Заходите в описание, там есть ссылка на телеграм-канал, где постоянно какие-то новости, информация и так далее. И еще есть ссылка на чат, там, где живое общение. В чате время моего реагирования, если я не сплю, например, 5-10 минут обычно, я в чате всегда отвечаю. Вон лежит телефон. И я очень часто отвечаю. Так что пишите, подписывайтесь и добавляйтесь. А я продолжу чистить баранину. Баранину. В России очень длинные новогодние праздники. К нам часто приезжают гости. Приехали очередные гости. Максим с Наташей. Максим точно смотрит этот ролик. Так что это тебе. А тебе случай. Они привезли баранину. Говорят, ребята, слушайте, я вот уже 5 дней жарю. Макс, ты зачистить баранину? И я ее пожарю. Что сделал Макс? Он взял баранину ногу. Идеально все вычистил. От жира и от всего. Вот я чуть не расплакался. Я даже в чат скидывал фотографии, как Макс почистил. Там писали, руки оторвать и так далее. Так что жир не срезайте. А тебе, Макс, огромный привет. Так, баранину в сторону. Теперь специи. Ну, на такую ножку понадобится примерно чайная ложка. Пусть будет. На такую ножку понадобится столовая ложка зиры. У меня есть вот такая специя. Это смесь дробленого перца и кориандра. Просто не оказалось кориандра, поэтому взял готовую. И теперь беру и все это размаху. Так, теперь беру, переворачиваю внутренней стороной наверх и посыпаю все специями. Как сильно пахнет зира, да? Зира, кориандр, да. Все заиграло. Все, пусть лежит, отдыхает. Теперь чеснок и лук. Два зубчика чеснока. Очищаю. Нарезаю вот такие вот. И отправляю чеснок в миску. Теперь лучок. Теперь беру соль. Примерно 2 столовые ложки. И хорошо все просаливаю. Перемешиваю. И отправляю в миску. Почему я так сделал? Я хочу, чтобы лук сейчас начал подмариновываться. Блин. Песня такая, лук-лучок. В общем, оставляю лук на 5 минут. Дальше буду мариновать ногу. Десять минут прошло. Лук размягк. Пора мариновать баранину. Беру фольгу. Размягченный лук. И укладываю сюда ногу. И теперь укладываю лук сверху. А теперь заворачиваю баранину лопатку. И хорошо обжимаю. Ого. Ножка большая. Ну, мы сейчас фольги добавим. Час держим на одной стороне. Через час переворачиваем. И держим на второй. Того маринуется мясо 2 часа. Прошло 2 часа. Сейчас на одной стороне. Сейчас на другой стороне. Распаковываем. Аккуратно распаковываем. И убираю с баранины. Лук. Но тут кроме лука у нас же еще чеснок. И все ароматы мясу передались. Пусть мясо полежит. А мы с Лехой идем разжигать гриль. Жарить буду на Генезис 335 смарт. Всегда разжигайте гриль с открытой крышкой. Включайте горелки. Нажимаете кнопку. Гриль работает. Я буду использовать крайнюю левую, крайнюю правую. Но для того, чтобы почистить, зажгу еще средние решетки. Для того, чтобы гриль набрал максимальную температуру. Все прогорело. Я почистил решетку. Этот гриль в этом году обновится. Ролик на новую модель мы уже сняли. Она есть в плейлисте обзора гриля. Закрываю крышку. Жду 10 минут. Для того, чтобы все прогорело. Почищу решетку. И будем жарить баранины. Очень удобные столики. На них можно положить все, что нужно. Справа и слева на столиках есть крючки. Вешайте инструмент. И после того, как гриль прогрелся. Очищаю решетку. Тут стоит решетка. Ее одним движением можно взять и опустить. Сейчас я выключаю среднюю горелку. Но две горелки справа я оставляю. Так называемый серзон. Тут максимальный жар. А теперь берем барашку. И внешней стороны сначала кладем вниз. И закрываем крышку. А я пока пойду схожу за фольгой и за луком. Обжарил 2 минуты. Теперь беру. И переворачиваю. Важна вот эта вот корочка. Она даст весь вкус баранины. Ну а пока суть до дела. Оторву кусочек фольги. И положу на этот столик. Смотрим. Тут тоже все обжарилось. Сейчас вот тут немножко поджарю. И кладу все на фольгу. Теперь, ребятки, беру лук. И укладываю наверх. Лук у нас уже просоленный, замаринованный, со специями. И отправляю вот сюда вот, на середину гриля. Две центральные выключаю. Две крайние ставлю на минимум. Закрываю крышку. В гриле должно быть 130-150 градусов. На 130 запекать примерно 2,5 часа. На 150 два часа. У меня будет 2 часа 150 градусов в гриле. 2 часа оставляю и ухожу. Блин, встают тут вкусный аромат баранией лопатки. Сейчас положим ее здесь. Пусть остынет и будем пробовать. Как выключать гриль? Сначала перекрываю вентиль на баллоне. Жду, когда прогорит весь газ. И после этого закрываю регуляторы. Ну, вскрываем. Пора вскрывать. Аромат стоит сумасшедший. Прям, ай, как вкусно. Лех, смотри, голяшка развалилась. Ну, это, ребята, это сумасшедшее. Сейчас подцеплю. И вот так вот на тарелочку положу. Ну, пора пробовать. Точно пора. Голяшка, понятно, уже готова. Она все равно разваливается. Но я ее тоже попробую. Блин. Она тает. Тает во рту. Смотрите, она сочная. Она не разваливается. Я не знаю, как это писать. Это очень-очень-очень-очень вкусно. Прям чувствуется то, что мясо мы поджарили сначала. А потом в луке все это запекли. Ярко выраженный вкус мяса с пряностями, с ароматами лука. Но это очень-очень вкусно. Это не повседневное блюдо, но раз в месяц вполне себе можно готовить. Заморочиться, и таким образом будет очень вкусно. Прям. Да, просто люди ходят и засматриваются. А если хотите, чтобы прям разваливалось, нужно подержать часа 4-5 на температуре 130 градусов, завернутой в фольгу. И тогда косточка у вас просто вывалится. Это будет совершенно другое мясо. Так что пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока.